Рада вернула широкие полномочия и Министров Верховная Рада аннулировала урезание полномочий исполняющих обязанностей министров. Это предусмотрено в законопроекте номер 4531. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады. Стоит отметить, что в редакции закона к первому чтению эта норма отсутствовала. Профильный комитет настаивал на необходимости этой нормы в документе, чтобы и Министра смогли принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство. Документ предусматривает, что только спустя 60 дней, если все еще не будет назначен министр, эти полномочия исполняющего обязанности аннулируются. Таким образом и Министров вернули следующие полномочия. Руководство деятельностью министерства. Утверждение планов работы министерства, отчетов. Внесение премьер-министру предложения по поводу назначения на должности первого заместителя министра, заместителя министра. Утверждение структуры аппарата министерства. Образование, ликвидация, Реорганизация по согласованию с Кабмином территориальных органов министерства, как структурных подразделений аппарата министерства, не имеющих статуса юридического лица, а также назначения и увольнения руководителей предприятий. Отмена актов территориальных органов министерства, обозначение обязанностей первого заместителя и заместителей, принятие решений о распределении бюджетных средств. Напомним, в начале февраля Рада одобрила этот закон в первом чтении. Он предусматривает возобновить конкурсы на занятия должностей государственных служащих. Как писала РБК Украина, 14 февраля, министр энергетики Юрий Ветренко озвучил условия своей отставки с занимаемой должности. Решение должен принимать Кабинет министров. Он отметил, что не может просто собрать вещи и уйти, даже если очень хочется. Так, ранее ВР не смогла назначить Ветренко новым министром энергетики. За него проголосовали лишь 204 нардепа, при 226 минимально необходимых. Мы писали, что в парламенте возможно третье голосование за кандидатуру Юрия Ветренко на должность министра энергетики и вице-премьер-министра. Стоит отметить, что перед вторым голосованием Ветренко заявлял, что если его не назначат, он покинет должность и... Главы Минэнерго